Дорогие друзья, здравствуйте! Вы смотрите программу «Медиа-бизнес». И с вами в студии ведущие Василий Богданов и Ольга Туровская. Здравствуйте! У нас в гостях сегодня генеральный директор агентства «Арианда новости» и портал «Спорт.ру» Кирилл Старчак. Привет, Кирилл! Здравствуйте! Ну, сначала в двух словах. Всем привет! Да, значит, что у вас за бизнес? Что это за медиа? Чем вы занимаетесь? Вы знаете, я, наверное, когда меня спрашивают, что такое «Спорт.ру» и что такое «Арианда», я вспоминаю такую небольшую притчу о том, что вот есть пустыня, и в ней собрались верблюд и жеребец. Вот верблюд, он идет себе и идет. Идет себе и через всю стыню проходит более-менее спокойно. Это «Арианда». А есть «Спорт.ру». Это такой красивый жеребец с высокой посещаемостью, с яркими картинками. Вот он бежит-бежит, а потом падает, ему надо отдохнуть жеребец. Попил воды, встал, бежал дальше. Вот это бизнесы. Я почему вспоминаю? Потому что, когда я слушал, вот прежде чем пойти на вашу передачу, я послушал пару-тройку передач ваших, которые у вас были. И одна из них была с директором по маркетингу Infox, Натальей, не помню, как ее фамилию. Вот я когда слушал про Infox, я себе задавал вопрос. Что больше на Infox похоже, «Арианда» или «Спорт.ру»? Интересно. Ну, или они похожи на нас. Вот все-таки больше похоже на «Спорт.ру», потому что они тоже зарабатывают на рекламе. И, соответственно, «Спорт.ру», он тоже, куда ни денься, он зарабатывает на рекламе. Давайте тогда так, чтобы… А вот «Арианда» – это уже бизнес больше, который товарищ из бухгалтерии к вам приходил. Акцион. Да. Вот «Акцион». Вот «Арианда» – это больше акцион. Это больше такой, скорее даже, оффлайновый бизнес, хотя он, конечно же, онлайновый, но это больше оффлайновый бизнес, который больше зарабатывает на подписных вещах для узконаправленной аудитории. То есть, если попробовать перевести на другой язык, более такой примитивный, не через притчу, то есть «Арианда» – это информационное агентство, которое создаёт какую-то, где-то находит какую-то информацию для определённых групп или для кого? Да. Для групп. Определённых групп. Находят или вы сами её создаёте? Для каких групп? Профессиональных, отраслевых? Я просто не вижу большой разницы между нахождением и созданием. Нет, большая разница. Потому что найти… Ну, понимаете, когда вы профессионал в журналистике, если вы нашли информацию, у вас есть идея, вы напишите это в лёд. Потому что самое главное в написании репортажа – это идея. Это продукт для кого? Это что такое? Вот, например, топор для лесоруба, лопата для землекопа. Вы сейчас сразу начали обсуждать вопрос, как создаётся контент, а я не понимаю, вот это что. «Арианда» – это для кого? Это что это такое? Это информация для шахтёров? Это информация для нефтидобытчиков? Я понимаю. Значит, есть информация открытая, есть информация закрытая, которую не увидит никто, кроме потребителей, которые платят за эти деньги. Потребители… Все. То есть, это информация для… Вот те, кто на сайте, там у нас разноплановая информация агентства. Там и события дня, там и культура, там и спорт и так далее. То есть, это общая информация обо всём на свете? Ага, понимаю. Теперь понимаю. А специализированное что-то? Кто у вас подписчики закрытой информации? Подписчики закрытой информации – это уже люди, которые, я не буду говорить, уточнять, но это люди, которые способны платить им деньги за информацию. Ну, то есть, это больше коммерческие компании, да? Конечно. Тогда давайте здесь, вот тогда теперь давайте углублённо разбираться. Смотрите, значит, есть общая информация для всех. Там погода, новости спорта, там где что какие фестивали, там кто чего там, где кто родился, кто женился, да, где катастрофа, что происходит в мире, где перевыборы, там и прочее, прочее, да. Эта информация доступна всем бесплатно, правильно я говорю? Вот. Теперь вы должны каким-то образом, ну, эту информацию создать. И вот здесь же к вопросу Оли. Либо где-то перепечатать, подписаться на другие новостные ленты, агрегировать, там, аккумулировать. Может быть, что-то написать самостоятельно или переписать, переинтерпретировать. Это уже начинается расходная часть. Если люди потребляют её бесплатно, ну, молодцы, вам спасибо, денег нет, рано или поздно закрылись. Есть какие-то ниши, для которых вы продаёте платную информацию. Вот давайте здесь чуть-чуть поподробнее расскажите, как устроен этот бизнес, кому, как найти кого-то, кому что-то продать, что это продать, с чего начинается бизнес. С того, что у меня есть, я ищу клиента, или с того, что есть клиент, я ищу, что ему нужно. Понимаете разницу, да? Как это сделать? Я опять же сошлюсь на вашу передачу, потому что мне вот очень понравилось интервью, которое давал директор Активом пресса, да. Вот я из него вынес для себя то, что я слышал, в общем, и раньше, но я вижу, что эта модель начала работать в России. Это то, что можно продавать информацию маленькой группе людей за большие деньги, которые заинтересованы. То есть, та группа людей, которая объединена, скажем так, общими интересами, общей профессией, и она заинтересована в том, чтобы покупать эту информацию. Вот, в принципе, когда я слушал это интервью, я понимал, что у нас, наверное, бизнес построен приблизительно таким же образом. Я не открою ничего нового. Если вы возьмете ведущие мировые агентства, Reuters, Shated Press и другие агентства, они все продают информацию. У них минимум информацию. Ольга, когда-то три года назад мы с вами встречались и делились всякого рода бизнес-впечатлениями. И вы мне сказали, вот я вас спросил, Ольга, что бы вы сделали на моем месте, директора Арианда? Вы мне сказали одну очень интересную вещь, которую я все время помню. О, боже, я не помню. Я помню все, я помню прекрасно. И вы мне сказали такую вещь. Кирилл, я первым делом бы закрыл как минимум половину информации на вашем сайте. А лучше 75%. Закрыл бы для открытого доступа. Для открытого доступа. Да, закрыл бы для открытого доступа. Но есть еще одна информация, которую прочитал я буквально один месяц назад. Я не скажу, кто это сказал, но сказала какая-то известная личность в мире информации. И вот эта мадам она сказала буквально следующее. Вы знаете, в нашей стране продавать информацию – это грех. Потому что народ бедный. А и так, в общем-то, с информацией все не очень хорошо. И продавать еще это сложно. Поэтому вот в нашей стране на текущий момент, если на Западе, к примеру, там ведущие средства массовой информации, они уже перешли на то, чтобы продавать информацию, да, на платные подписки. У нас этот путь еще предстоит. И займет он еще, дай бог, 7-10 лет. Поэтому нам сейчас, вот сейчас конкретно информационным агентствам, которые не являются очень крупными, нам все время нужно варьировать между тем, чтобы какую-то информацию отдавать в открытом виде, а какую-то информацию… Чтобы она привлекала больше людей. Да, чтобы она привлекала, чтобы мы хоть как-то… Ну, не то, что хоть как-то, чтобы наша известность росла, скажем, да. А с другой стороны, мы должны обязательно информацию давать в подписном виде. Ну, так аудитория вот эта, которая маленькая, но готовая покупать информацию, она же ограниченная. Конечно. Ну, а что же делать? Зато она платит деньги. Она платит реальные жирные деньги. Ну, тогда получается, что развития-то никакого нету. Почему? Ну, как почему? Потому что аудитория ограниченная, платит деньги одинаковые. И все так и плавно, плавно так и течет. Сейчас, сейчас, подождите. Когда вы говорите, аудитория ограниченная, давайте сейчас уточним, что вы имеете в виду? Ограниченная в силу там платежеспособности или ограниченная в силу своей отраслевой и профессиональной принадлежности? Отраслевой и профессиональной принадлежности. Все, больше никто не купит, потому что больше никому не надо. Это вы имеете в виду или что? Да, именно это. Ну или в России определенное количество бухгалтеров, которые могут покупать вашу подборку таких-то экономических. Мы же не только на русском языке информацию даем. Не-не-не, понятно, сейчас это уже вопрос расширения. То есть мы говорим о том, что вы создаете контент для неких ограниченных аудиторий. В нашей аудитории весь коммерческий финансовый мир. На закрытую ленту. Ну хорошо, давайте тогда такой вопрос сделаем на закрытую ленту. Где-то за рубежом есть большой спрос на ваши новости? Конечно. И вы их прямо вот продаете? Конечно. Смотрите, что получается. Есть расхожая фраза. Информация в современной экономике правит миром. Она значит очень многое. То есть сегодня уже ресурсы типа финансовых ресурсов, производственных ресурсов не являются сильно значимыми. Они довольно-таки доступны и прочее. Сейчас надо знать, как, ноу-хау, что сделать, куда, что происходит в мире. И быстрый доступ к критически важной информации помогает принимать быстрые решения, которые могут повысить конкурентоспособность компаний. В мире развитом это знают, информация стоит дорого. В нашем только там путь, как вы говорите, развивается и прочее. Давайте сейчас тогда просто сузим тему нашего разговора. На ваш взгляд, вы производите финансовую аналитическую информацию. Кто на сегодняшний день является ее главным покупателем? Что им нужно? Знаете ли вы этих людей? Или у вас подписка? Ну, кто-то подписался, но вы не знаете, кто. Как это вообще все происходит? Как организовать бизнес по продаже информации нужным людям? Куда идти? Ну, нужно двигаться, конечно, по пути поиска ниш. То есть, сейчас я вам, наверное, еще скажу такую небольшую историю. Я когда-то, прошу, с одной спортивной газетой, одной из известных в России, и мы достаточно долго общались с этим господином, и он сказал мне, что, как ни странно, зарабатывает не газета, а зарабатывают вот такие книжечки, в которых, допустим, итоги сезона прошедшего или анонс следующего сезона. То есть, вот такие небольшие книжечки, которые дают структурированную информацию для болельщика. То есть, как ни странно, зарабатывала в основном не газета, а зарабатывала информация, как бы это сказать, очень строго структурированная, проанализированная и в хорошем виде поданная. Понимаю, о чем вы говорите. То есть, я пытаюсь объяснить, что каждый должен... Я не могу вам рассказать все секреты, потому что очевидно, что у нас есть какие-то свои секреты, которые мы не хотим выдавать. Но я как бы подвожу вас к той идее, что каждое агентство, если оно хочет развиваться, оно должно находить вот такие нишевые аудитории, нишевые аудитории, которым можно давать вот эту структурированную, хорошо подобранную информацию, за которую будут платить. Давайте так. Сейчас мы зайдем тогда с другого пути. Сейчас мы немножечко на этом остановимся. Чтобы вытащить у меня секрет. Да, конечно. Сейчас мы немножко остановимся. Спрошу вас вот что. А как вы вообще создали этот бизнес? Вот что вам, чем вы занимались? Как вам пришло это в голову? Ну, дело в том, что я работал в РБК, я стоял у его истоков. Я поработал два с половиной года, но просто потом в какой-то момент я понял, что я хочу своего бизнеса, и, соответственно, я ушел и создал свое агентство. То есть в какой-то момент я понял, что есть ниши, есть какие-то люди, есть какие-то группы, которые нуждаются в определенной структурированной информации, которую в рамках большого холдинга, ну, она им там неинтересна, невозможна, по разным причинам не реализуется эта возможность. Потому что это было очень давно, это было, я пришел в РБК в 1991 году. Я ожидал примерно какой-то такой истории, потому что никакой бизнес не развивается там, ну, ниоткуда. Как правило, человек где-то работает, он становится профессионалом в каком-то деле. Например, там, не знаю, финансовый консультант, банкир, аналитик, что-то еще. Живя в своей отрасли, он понимает, что вот есть, ну, в какой-то момент он начинает понимать, что вот этим людям они хотят знать вот это, а у меня это есть, я могу их взять у того там, да, и создает какой-то источник сбора, агрегирования, интерпретации, структуризации информации и продажи там ее, да? Значит, тогда все-таки я возвращаюсь вот к вопросу, ваш основной клиент – это кто? Все. Ну, как все, так не бывает. Организации, которые зарабатывают деньги. Хорошо, тогда какого рода информацию вы продаете? Какого рода информация у вас требована, нужна, интересна, актуальна? Экономическая, конечно же, конечно же, экономическая. Культурную информацию продать очень сложно. Или политическую. Можно, но сложно. Хорошо, друзья мои, вот Кирилл, он скрывает какие-то свои секреты. Давайте мы сейчас прервемся на рекламу и попробуем сейчас во время рекламы обсудить между собой с Ольгой, как мы будем его пытать. Вы лучше пошли. А потом продолжим. Дорогие друзья, посмотрите рекламу. Дорогие друзья, снова здравствуйте. Мы продолжаем программу «Медиабизнес». С вами в студии Василий Богданов и Ольга Туровская. Здравствуйте. У нас в гостях сегодня генеральный директор агентства «Арианда новостей» и портала «Спорт.ру» Кирилл Сарчак. Привет еще раз, Кирилл. Привет. Вот, значит, вы всячески скрывали в первой части передачи, кто же ваши клиенты и какую информацию вы им продаете. Вот все-таки в двух словах. Если подвести такой итог. Если подвести итог, то мы выпускаем, зарабатываем мы на нишевой информации для организаций, которые зарабатывают деньги больше в мире финансов. То есть это банки, инвестиционные компании, хотя это, конечно, могут быть и какие-то предприятия. То есть это люди, которые заинтересованы в достаточно точной финансовой информации. Это может быть какие-то обзоры рынков и так далее. Можно, наверное, так подвести итог, что если люди занимаются финансами, то там критически важная информация о состоянии рынков, курсах валют, что-то еще. То есть они делают быстрые финансовые операции, что-то покупают, продают. Вот как раз на этих рынках, да, цена информации велика. И за нее готовы платить. Да, если ты вовремя получил что-то, что тебе даст преимущество перед конкурентами, быстро совершил операцию сделку какую-то финансовую, покупку, продажу, что-то еще. Да, безусловно, это миллионы долларов, это миллиарды долларов могут быть в конечном итоге на кону. И за это организации с удовольствием заплатят. Да. Но единственное, что, чтобы уже перейти к следующему проекту, к Спорту.ру, надо вот здесь зафиксировать, что для того, чтобы, наверное, компаний информационных, которые хотят предоставлять таким клиентам информацию, тоже немало. Тогда в двух словах, а что нужно делать, чтобы быть конкурентоспособным? Нужно иметь эксклюзивную линию связи с Аланом Гринспеном или с кем там еще? Кто там сейчас у нас? Получать информацию от финансовых, министров финансов всех стран мира? Что вот нужно сделать? Или достаточно просто, ну как ее быстро агрегировать? Техническое это или творческий секрет успеха? В чем здесь? Формат представления может. Можно я задам вопрос? Легко. Как вы думаете, что главное в бизнесе? Уметь правильно экономить или уметь все-таки зарабатывать? Я задаю немножко риторический вопрос. Ну да, он, конечно, риторический. И, наверное, я не знаю, правильный ответ. Наверное, важнее зарабатывать, а экономить уж можно научиться или нет? Я, наверное, хочу сказать, что для того, чтобы делать информационный бизнес, нужно все время балансировать. В любом случае информационный бизнес, он очень сложный. Он очень и очень сложный. Случайных людей, они могут здесь пройти, но они уйдут без остатка, и о них никто не вспомнит. Это такая совокупность, такой комплекс информации, качественная, для того, чтобы делать этот бизнес, знаний, опыта и умений, что просто так действительно здесь никто не удержится. Поэтому, во-первых, каждый, кто захочет делать информационный бизнес, он должен крепко подумать, стоит ли его идти или нет. Но, с другой стороны, я все-таки хочу сказать, что когда вы делаете информационный бизнес, много денег не будет. И нужно очень точно балансировать все время на этой грани расходов и доходов. Потому что вот эта тема, она все время у вас проходит. Краем, не краем, но она все время проходит. Вот этот баланс доходов и расходов. Я понимаю, что я говорю очевидные вещи, но, тем не менее, в информационном бизнесе это не нефть и не металлургия. Это другой бизнес. Тем не менее, вы сказали в самом начале передачи, что вот Арианда для вас это такой верблюд, который тащит свой груз через пустыню. Да, он просто устойчиво зарабатывает. За счет того, что он не идет в открытый онлайн. Точнее, идет, но в микроскопическом виде. Да, хороший пример. Тогда возвращаемся, не вернее, как не возвращаемся, а переходим к жеребцу. Горячий скакун, который... Я хотела спросить вначале, а в какой стадии у вас горячий скакун находится сейчас? Горячий скакун, напомним нашим телезрителям, это спортрум. Сейчас он отдыхает после чемпионата Европы. То есть, давайте так, если перевести это на деловой язык, то есть вся редакция ушла в отпуск? Нет, конечно же, работают, но сейчас они накапливают потенциальные усилия перед Олимпиадой, потому что, как вы знаете, 27 июля, по-моему, стартует Олимпиада в Лондоне, и нас ждут три недели веселой жизни. Давайте тогда так, про Олимпиаду пусть. Значит, спортрум, это что? Это более такой общий развлекательный информационный портал, открытый для всех. Можно сказать, что развлекательно это сложно, но мы туда пишем достаточно серьезные аналитические статьи по поводу спорта, и не только аналитические, это обзоры. Но, тем не менее, аудитория у него, конечно, в разы должна быть больше, потому что спортом интересуется большое количество людей. Ну вот тогда вопрос. С Ориандой все понятно. Значит, это есть какой-то объем информации для всех, чтобы завлечь того, кого надо, все, кто интересуется финансовой аналитикой. Когда человек зашел, посмотрел, а оп, тут закрытый раздел. Хотите получать уникальную информацию в состоянии рынков, подпишитесь, стоит столько-то. Все понятно. Там узкая часть аудитории покупает за большие деньги информационный продукт. Все понятно. А как здесь? На чем тут идет заработок? Здесь же, ну, вряд ли человек-болельщик будет там за что-то... Проспорт, новости будет. Ну да, что он будет покупать новости про спорт, когда их миллион везде в открытом пространстве. Как вы, наверное, уже поняли, в моей голове много всяких историй. Когда-то я очень долго ходил на передачи к Матвею Юрьевичу Конопольскому, очень мною уважаемым. Порядка 30 передач с ним прошел «Спор на территории» на телеканале «Мир». И у него была одна очень интересная передача на тему того, как люди живут после того, как прошла слава. Кто я пригласили? Малежика, Муромова, вот таких людей. Интересно. Да, там была очень интересная передача, и Вячеслав Малежик, очень мною любимый и уважаемый, он сказал такую фразу. Вы знаете, славу нужно уметь монетизировать. Если вы вовремя не задумались о том, чтобы монетизировать свою славу, которая на вас свалилась, вам потом будет кранты. И многие действительно, вот там, наверное, две трети гостей, которые были в студии, известных людей, но, мягко выражаясь, они производили не очень хорошее впечатление. Живут скромно, да. Да, живут скромно, теперь уже, да, хотя когда-то у них было все, и деньги, и слава, и женщины, и все вместе. Проводя параллель, опять же, люблю проводить параллели, я могу сказать, что когда у вас большой трафик, это то же самое. Если вы в какой-то момент не задумаетесь о его монетизации, о его монетизации, рано или поздно будет очень тяжело. поэтому, если есть большой трафик, то нужно сразу думать о том, как на нем зарабатывать. А поскольку просто на банерной рекламе, на которой зарабатывают, в общем-то, большие ребята и не очень, далеко не уедешь, потому что, ну, банерная реклама это самое простое, что только может быть, да, то есть, как бы к вам звонит ли рекламное агентство или конкретный клиент, я хочу у вас перетяжку заказать, вот. Ну, или вы их обрабатываете, да. Да, это самый дешевый и самый бесплатный способ для монетизации. Но дело в том, что таких клиентов не то чтобы немного, а сайтов, которые пытаются на этом зарабатывать, стало гораздо больше. Поэтому, на самом деле, сейчас, вот сейчас уже наконец-то пошла волна в интернете, когда каждую неделю кто-то предлагает вам новый продукт по монетизации вашего трафика. И вот за этим надо очень аккуратно следить. И все время, все время экспериментировать и ставить вот новые какие-то возможности, экспериментировать с новыми возможностями. Можете привести несколько примеров? Да, да, несколько хороших примеров вот таких возможностей. Как монетизировать трафик? Слова продавать там, что? Какие-то сервисы какой-то, я не знаю. Нет, ну, допустим, все равно, все равно, рано или поздно это связано с рекламой. Да, но реклама рекламе рознь. Допустим, какая-нибудь викторина, в которую человек, допустим, посетителю, к никому он зашел, видит, что ему предлагается викторина, и он должен послать смс-ку для того, чтобы там поучаствовать в этой викторине. А смс-ка, соответственно, платная. Вот это как бы один из примеров монетизации. Я не буду там рассказывать там сотню примеров, потому что их действительно проходит очень много. Мы постоянно в этом варимся и ищем новые возможности. Вот. Конечно, в идеале лучше иметь рекламное агентство. Своё, личное, которое будет зарабатывать деньги. И генерить эти идеи. Либо генерить эти идеи, либо всё-таки больше там зарабатывать на как бы поиске клиентов. Но всё-таки далеко не все сайты могут там позволить себе иметь рекламное агентство. 99% не могут позволить. Поэтому всё время нужно искать именно способы для монетизации этого трафика. Это сложно. Это непросто. Но эта работа в общем где-то до окупицы. Она благодарная. Ну вот тогда всё-таки я вернусь к вопросу Оли. Понимаете, о чём я говорю. Да, да. Вот вы же сами сказали. Постоянно находитесь в поиске. Постоянно пробуйте. Постоянно испытывайте. Ну вот на сегодняшний день, с вашей точки зрения, где проще всего? Где наименее трудозатратно заработать деньги, монетизировать трафик? СМСки вы упомянули. Сколько человек должно принять участие? 100 тысяч? 10 тысяч? Это вообще реально? Я как пример сказал, я не могу сказать, что СМС это очень хорошее средство для монетизации. Я ещё раз говорю, что я привёл как пример, но я знаю, что некоторые люди ухитряются этим зарабатывать. Это реально. Это реально, но зависит очень чётко, надо таргетировать аудиторию. То есть там, смотрите, должен быть какой-то приз, да? То есть, например, если вы ведёте репортаж там из какого-то чемпионата, да, и публикуете там какие-то интервью, там что-то ещё, и вы там задаёте викторину, там, да, кто вот угадает там, да, или там ответит на вопросы, что-то ещё. Да, произведём бы это раздень училку. Это как? Это так. Вы никогда не видели? Нет. Ну, там, такие, просто мы столкнулись с этим, и как-то, ну, там, неделю у нас это повисело, был действительно такой момент, когда мы, вот наши эксперименты довели нас до того, что у нас как бы висел такой интересный баннер, что раздень училку, да, и то есть человек мышкой вводит, а чтобы совсем её раздеть, там, условно говоря, там нужно было послать смс-ку, да. Ну, разумеется, мы от этого моментально практически отказались, вот, потому что, ну, это… Ну, это контекст никак не связано со спортивным порталом. Ну, это просто даже неприлично. Ну, да, ну, логически было бы просто как-то увязать викторину с вопросами, например, жизни каких-то спортсменов, там, из истории. Более приличные примеры – это, допустим, человеку определить там свой IQ, да, то есть он отвечает на какие-то вопросы, и в конце, чтобы узнать там свой результат, ему послать смс-ку. Ты понимаешь, то есть на самом деле эти викторины вообще никак не связаны с содержанием? С тематикой. То есть просто-напросто ты каким-то образом привлёк аудиторию, а викторины совершенно вообще там другие, да? Вот. Если применить на к спорту, то, разумеется, это могут быть викторины, связанные со спортом. То есть, допустим… Угадай счёт. Угадай счёт, там, да, или там определил лучшего игрока матча, там, пошли смс-ку, там, что… Ну, вот, в вашей практике сколько тысяч 3-5 человек принимают участие? Сколько стоит смс-ка? 10 рублей? Нет, 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 очень мало. Я не смогу вам сейчас сказать конкретные цифры, потому что мы этим не занимаемся. Вот мы конкретно, мы привлекаем партнёра, который этим занимается и делает нам отчисления. Вот так. Ну, там же Кроки достаются, он же, получается, должен какую-то часть денег отдать оператору мобильной связи, какую-то часть денег оставить себе. Конечно, конечно. Там остаются, дай бог, третьи. Но мы ставим это на те страницы, которые, скажем, у нас в меньшей степени зарабатывают, и мы можем позволить себе проэкспериментировать. Но ещё раз говорю, что мы сейчас вот от этого, от этого сейчас, вот потихонечку отходим. У нас много сейчас средств для монетизации. Вот сейчас на Спорт.ру конкретно крутятся 10 средств монетизации, не включая вообще баннерную рекламу. Про одну-два расскажите, уже время немного остаётся. Конкретно, если вот одно из средств монетизации, да, оно достаточно популярное, это такой баннер, который вылезает сзади вашей страницы. То есть вы нажимаете на какую-то, ну, вы видите, допустим, там… Новость. Да, Кенфеев пришёл в «Спартак». Простите меня, болельщики ЦСКА. Это условно, это новость, да? Да, они заходят на эту новость, и сзади у них выплывает какая-то ещё страница, да, с которой должен быть достаточно приличный контент. И вот за то, что за просмотр вот этой страницы нам вычисляется конкретная копейка. Это первое. То есть это партнёрские такие проекты? Второе, это мы уже работаем года 3-4, достаточно успешно, это когда человек заходит на ту же страницу с Кенфеевым, ему поднимается видеоокно, где едет автомобильчик, к примеру, или Почта России там свои услуги рекламируют. То есть такой видеоблог, который сразу начинает что-нибудь там говорить, рассказывает… А пользователь это не раздражает? А что делать? Он же платит, ну, как бы раздражает, да. Но есть на самом деле хорошие. Вот если реклама автомобильная, всем очень нравится. У нас вообще ни разу ни одной претензии не было. А кто платит за это? Тот, кто разместил эту информацию? Конечно, рекламодатель. То есть я хочу сказать, что для развития Спорт.ру, для его финансового благосостояния, мы выработали следующую формулу. Баннерная реклама для нас, мы не рассматриваем это как средство заработка. То есть мы не ставим это в бюджет. Если она пришла, хорошо. Дополнительное счастье. Мы стараемся зарабатывать нам на том, что монетизируем трафик. Из этих денег платим зарплату, какие-то другие свои расходы. Если пришли баннерные рекламы, хорошо. Нет, мы живем без нее. Хороший подход. И как раз здесь вот можно и подвести итог, и осталось только что-то пожелать нашим телезрителям. Ну, я хочу, наверное, пожелать телезрителям, как ни странно, парадоксальную вещь. Сейчас очень модно развиваться на том, чтобы продавать себя инвесторам. Зарабатывать на сторонних источниках финансирования. Я когда-то лет 20 назад, по-моему, директор аргументов и фактов, он сказал такую очень хорошую вещь. Знаете, если у вас есть бизнес, который приносит вам деньги, не продавайте его. Пусть он вам, пусть и дальше приносит деньги, которые, пусть будут небольшими, но они будут вас стабильно питать. И вам будет по жизни интересно. Вот я хочу пожелать людям, что если они создали свой бизнес, делайте его таким образом, чтобы он вам, с одной стороны, давал свободу, а с другой стороны, вам давал средства для существования, и старайтесь его не продавать. Спасибо. Дорогие друзья, у нас был Кирилл Старчак, генеральный директор агентства «Арианда новости» и портала «Спорт.рум». До свидания. До свидания. До свидания.